Одесса входит в режим тотального карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно особому распоряжению, у мэра запрещается работа всех культурных, торговых, развлекательных заведений, то есть все кроме продуктовых магазинов и аптек. За данным исполнением, как говорят чиновники, будут следить службы муниципалитета. Также не рекомендовано собираться компанией более 10 человек. Но данное распоряжение никак не ограничивает работу общественного транспорта и нахождение людей вне дома. Пока одесситы привыкают к новому режиму, решается вопрос закупки экспресс-тестов на коронавирус. Первая партия как раз должна поступить сегодня. Мы вышли в центр города, чтобы посмотреть, как кафе, рестораны, торговые центры выполняют данное распоряжение и как одесситы отреагировали на тотальный карантин. Прямо перед нами в кафе вывешивают табличку «Закрыто карантин». Некоторые предприниматели почти сразу отреагировали на распоряжение о временной приостановке работы объектов общего пользования с целью предупреждения распространения заболеваемости. Но, как говорят предприниматели, эта мера сильно ударит по кошельку. Все на нервах, конечно. Но теперь будем терять деньги за это. А вот торговый центр Афины на Греческой площади закрываться не спешит. Вот я внутри торгового центра, хотя он должен быть закрыт из-за карантина, но все магазины работают, люди есть, никто не закрылся. Закрылся только ресторан на минус первом этаже. И все. На Дерибасовской почти все кафе и торговые центры распоряжения выполнили. Муниципальная охрана даже опечатала заведения. Людей на центральной улице города стало явно меньше. Супермаркеты еще открыты, еду можно купить, аптеки открыты. Вот мне кажется, что это важная, конечно, мера. А насчет развлекательных каких-то моментов можно и подождать. Торговый центр на Среднефонтанской тоже закрылся. Люди могут зайти только за продуктами и лекарствами. Охрана в масках следит, чтобы все выполняли требования карантина. Но сотрудники на рабочих местах присутствуют. Вы говорите, что все на рабочих местах, но никто не работает, да? Ну, смотрите, есть категория магазинов, где есть внутренняя работа. Им же ничего не мешает внутри проводить свою работу. Там один-два человека, да, руководителям. А те, у кого нет этой работы, они не работают. Кафе не работает, рестораны наверху не работают, кинотеатр наверху не работает. Поэтому я вас спокойно могу провести, показать. Все выключено. Полная тишина. За исключением проведения ежечасной дезинфекции, как положено, полностью. Ага, то есть там все сейчас моется, да, и дезинфицируется. Клининг проводит дезинфекцию ежечасно. Пока рестораны и кафе закрываются на карантин, там возле магазина бытовой техники и электроники выстроилась огромная очередь. Пускают по одному покупателю. Якобы, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Но одесситы возмущены. Говорят, заразиться в этой очереди шансов намного больше. Мы прождали, вот мужчина говорит, больше часа. Мы простояли, прождали свою очередь. Пока люди здесь стоят, каждый будет лечиться, придет домой. То есть не коронавирус, это просто будет грипп. Потому что здесь каждый простоял, он замерз, и он придет. Это можно было разбросать на новые почты, в конце концов? Один выходит, один заходит. Сколько конкретно в магазине, непонятно. Один их, трое, пятеро. Долго уже ждете? Я минут 10. Но я так чувствую, что еще минут 30-40 мне впереди точно. Светлана Довжук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Довритон, «Репортер». «Репортер», «Репортер». Светлана Довжук, Владимир Иважа. Продолжение следует...